Поговаривают, что она не хуже Панзера. А у тебя какое мнение? Моё мнение, Капитан Очевидность, сводится к тому, что люди часто выдают желаемое за действительное. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность, Варфейс, само собой, и Калашников Ульгима. Дробовик, который всегда славился красивым внешним видом и уникальным экранчиком, на котором, по задумке, даже должно было отображаться реальное время игрока на его компьютере. И пока этот экранчик довели до ума, в общем-то, Ульгима уже стала неактуальной. База. Это вот база. И тем не менее, этот прекрасный дробовик восстал из пепла. Ну, кстати, он никогда не был, по большому счёту, метой, топовым. Он-то таким был, знаете, ну, таким, ну, нормальным, ну, нормальным, годным, вполне нагибным, одним из, но не более того. И вот теперь люди начали говорить, что, блин, да, это же скрытая имба. Это, говорят те, кто, понимаете, да, внутренне они не хотят тратить бабки на новинки, будем честны. Ещё одна категория людей, которым не зашёл панзер, они говорят, что панзер, ну, не такой уж он хороший, да и вообще, калашников Ульгима, то же самое, но даже лучше. Всё это не более, чем натягивание совы на глобус. И нет, Ульгима даже рядом не стоит с панзером. У неё нет такого ваншота, она не так эффективна в больших дистанциях, и единственное, чем она действительно выделяется среди многих других стволов, это то, что у неё можно развить хороший темп стрельбы. Однако, само по себе, это ещё, как вы понимаете, ничего не значит. Кроме этого, у дробовика есть один неочевидный, на первый взгляд, скрытый недостаток, который вы начнёте ощущать, понимать, что что-то не так, когда отправитесь с ним в бой. И этим недостатком является дикая отдача. Дробовик просто бешено подбрасывает, поэтому, если не поставить специальный мод на гашение отдачи, то стрелять в прицеле, прямо скажем, удовольствие так себе. Тут, правда, надо заметить, что у ультимы очень хорошая кучность от бедра, поэтому, в общем-то, есть даже варик вообще не использовать режим прицеливания. Однако, с одной стороны, где-то в некоторых моментах потеряется эффективность, это минус номер один. А минус номер два заключается в том, что просто многие игроки привыкли часто применять на дробовике прицел. Это такая здоровая, хорошая привычка, почему бы и нет? Зачем себя её лишать? Звучит так, как будто это дробовик полное говно. Да нет, капитан, очевидность, он не говно, просто его многие переоценивают. Это действительно годный дробовик, я бы поставил его на четвёртое место. Первое, второе делят, вне всяких сомнений, Браунинг и Панзер. Ну, кому что больше нравится, кому с чем удобнее. Третье место, я думаю, всё-таки забирает у нас почти наверняка Гарибальди. И вот на четвёртом я бы, наверное, поставил Ультиму. Да, именно её, а не МАК-7. Мне кажется, что именно так ситуация по балансу, по силе дробовиков выглядит в Warface на сегодняшний день. И если так выглядит баланс, то стоит ли вообще на эту пушку тратить свои драгоценные детали? Вопрос хороший. Ну, скажу так, если у вас, друзья, избыток деталей, то почему бы нет, пофаниться побегать вполне можно. Если же ставить вопрос ребром, какой дробовик эффективнее, какой дробовик классный, какой дробовик мощный. Ну, я думаю, Ультима здесь плохой выбор. Не самый лучший точно, по моему мнению. Если у вас есть Браунинг или Панзер, то, в принципе, вам ничего не надо. Любой из этих дробовиков, это уже претензия, в том числе, на Грандмастер, если вы опытный медик. Если же так получилось, вдруг, внезапно, что у вас много деталей, но нет этих дробовиков, то, опять же, если у вас есть хотя бы Гарибальди, обходитесь им. И только если у вас ничего нет, вы какой-то детальный олигарх, но нет кредитов, такое, наверное, тоже бывает, хотя я не совсем представляю, как. Но, тем не менее, если ситуация именно такая, ну, пожалуйста, Ультима действительно, наверное, будет вам в самый раз. Однако, моё мнение таково, что всё-таки Ультима, пусть и хороший дробовик до топов, не дотягивает. Однозначно, как ни крути. Желаю видеть твою киберспортивную сборку. А это всегда, пожалуйста, сборочка, друзья, выглядит вот так. Всё самое нужное до отдачи. Кто-то скажет, нафига мод на отдачу? Я об этом уже говорил, можете попробовать без неё, но сразу скажу, будет больно. Пробовал другие варианты, а именно вариант с темпом стрельбы, ну, вместо отдачи. Вы знаете, ну, вроде ничего, вроде, да, чуть-чуть пободрее по темпу, но я вам скажу, слишком больно. Особенно, если стрелять в прицеле, ну, полная жопа. Поэтому, если не хотите тратить лишние детали в будущем, просто поверьте моему опыту, с этой пушечкой я покатал неплохо так. Десятки, наверное, уже мясорубок успел с ней катнуть, немного на подрыве побаловаться. И, моё мнение однозначно, эта сборка, которую я вам показал, это самый-самый топчик. На суперстабильный ваншот здесь, конечно же, рассчитывать не приходится, но родного темпа этого дробовика вполне хватает, чтобы этот недостаток как-то нивелировать и компенсировать. Ну и дабы не быть голословным, возьмём эту прекрасную пушку в руки, отправимся в какую-нибудь, знаете, такую густо населённую комнату, по нашей доброй традиции, и хорошенечко там понагибаем. Современные исследования показывают, что у новичков Warface, а также ветеранов, которые решили вернуться в проект, часто наблюдается разрыв жопы. Но, несмотря на такую негативную тенденцию, наши специалисты уже нашли выход. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Уникальные внешности и могучие пушки. А при первом пополнении плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, здоровый Warface тебя ждёт. Сын Туборга вновь вышел на охоту. Мудак, понял. Сын Туборга, сука, рядом со мной сейчас сидит, умничает много. Хедшот. Хедшот, детка, you was owned. Наверняка у противника был Аим-расист. Ты, сука, дебил, чё ты несёшь вообще? Какой ещё, блин, Аим-эм, вырастёт? Фу, блин, такие вещи. Осуждаю. Давай. Молодец. Давай. Давай, родненький. Хедшот, детка. You got... Благодарю, Нарина. Душевно, сука, вот этот, понимаешь, правильный ритм пойман. Ты, кстати, тоже пойман. А, нет, хитрая девочка булочки свои быстро ориентировала. А ты вот не успел. Рано, сука, был здесь. Не, может мне, конечно, показалось, но... Да. О-о-о, вот так. Да, детка, даблкил прямо. Душевно, сука, наши гнут. Мы побеждаем, ребята. Мы молодцы, я считаю. Да, вот так вот, блин. Да. Репиво, мэн, ты хоть за игрой следи, кто старик, кто защищает. Идиот. Сука, я лоханулся. Мда. Давай, давай, давай. Вот так, детка, да? Душевненько. Паренек-то нас явно не ждал. Угу. Ух, сука. А вот этого я не ждал. Да, вот так. Сука. Блин, ну чё хорошо и предсказуемо-то, а? О-о-о. Это был опасный выход из дыма, вы видели. Сука, вот это было тупо. Давай, давай, давай. Мультикил, детка. Сочно. И прочно. Давай. Мой сладенький, хоть шок тебе. Давай, ебутенький. Да, вперёд, сука, к победе. Мы победим, я уверен. У нас должно получиться, в конце концов. Ради чего всё затевалось, правильно? Ради нагиба качественного. Угу. Вас посвятили в клыкодайверы. Иди в задницу, какие клыкодайверы, сука, случайно? Давай, сука. Вот так, детка. Не отступать и не сдаваться, правильно? Фильм такой был, про карате я помню. Ах, мама, там тоже опиздюливали. Давай, бежим, сука. Открыто скилловое достижение. Повелитель подзалупья. Ай, сука, как ты меня сегодня бесишь. Сегодня твои шутки особо тупые. Знаешь, вот особо тупые. Ты идиот сегодня полнейший. Я думаю, вы с этим даже не станете спорить. Это факт. Это как бы, ну, это... Это как восход и закат солнца. Ну, неопровержимая истина практически. Да. 25 фрагов. 4 хоть что-то где юге, а то он более 2 к 1 сыграл, несмотря ни на что. Вот так вот. Неплохо так понагибали. Калашников. Ультима. Неплохая пушка. Но не топ. Я читаю все-таки фан оружием. Даже Гарибальде будет лучше. Ну, или как минимум не хуже. Поэтому качать, не качать. Пусть каждый решает сам. С вами был Иркутагин. Капитан Очевидность. Прекрасная игра Warface. По-своему прекрасный дробовик. Калашников. Ультима. И мы... Увидимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...